Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ирина. Я очень рада видеть вас на своем канале. Снимаю вторую часть о своих парфюмерных покупках и в этом видео расскажу вам, что я заказала в интернет-магазинах Золотое Яблоко и духи.рф. Начну с Золотого Яблока. Там была очень вкусная цена на парфюмерную воду Том Форд Черная Орхидея. 50 мл флакон стоил столько, сколько обычно просят за 30 мл подобного парфюма. Плюс еще была акция по кодовому слову. Можно было получить скидку в 1000 рублей. Поэтому, конечно, это было безумно выгодное приобретение. Я довольна. И сейчас довольна вдвойне, потому что только сегодня буквально утром заходила на сайт Золотого Яблока и увидела, что где-то примерно в полтора раза подорожала Черная Орхидея. Так что, в общем-то, покупка совершена вовремя по очень выгодной цене. Я безумно рада. Тем более, это была не слепая покупка. У меня есть миниатюрка этого аромата. Он мне понравился. С удовольствием буду пользоваться. Мне кажется, на осень он будет как никогда хорош и уместен. Очень красивый флакончик. Он абсолютно так же выглядит, как и миниатюрная версия. Единственное отличие вот в этом шнурочке. Сейчас я вам тоже миниатюрочку покажу, чтобы вы могли сравнить. Вот она, моя малышка. В общем, цветочек мой вырос, чему я очень-очень рада. И еще одним прекрасным цветком пополнилась моя парфюмерная коллекция. Я, когда в прошлый раз делала заказ на сайте Духи.РФ, в качестве подарка выбрала себе платный пробник туалетной воды Ирис от Эрмес. Ну, просто чтобы познакомиться с маркой. Раньше не тестировала парфюмерию от данного бренда. И когда я протестировала этот пробник, я была просто покорена. Могу сказать, что это мой любимый аромат на данный момент. И я потеряла покой и сон. В общем, пока не заполучила в своей ручке полную версию. Здесь 100 мл флакон. Ну, по сравнению с другими интернет-магазинами, цена довольно-таки адекватная была. Я нашла в интернете промокод на скидку в 10%. В общем-то, довольна. И надо сказать, что вот именно Ирис не во всех интернет-магазинах представлен. Спасибо золотому яблоку, что он осуществил мою мечту. Сейчас покажу вам, как выглядит сам флакончик. То, что здесь 100 мл, меня просто безумно радует. Потому что это настолько нежный, женственный, утонченный аромат. Он настолько комфортный. Он настолько уютный. Вообще замечательный. Флакончик вроде бы довольно-таки прост. Но, тем не менее, вот в этой простоте вся его прелесть. Посмотрите, внутри девушка в костюме, символизирующем цветок ириса. А здесь очень интересная крышечка на флаконе. Я, вы знаете, даже не пойму, с чего она сделана. По моим ощущениям, это вроде бы и не металл, но и не пластик. Она достаточно такая тяжеленькая и очень приятная на ощупь. Такая софт-тач. Флакончик просто само совершенство. И я счастлива. Прям этот аромат покорил мое сердце. Просто внес смятение, так скажем. Ну, теперь все хорошо. У меня есть 100 мл, чему я очень-очень-очень рада. В общем-то, вот все, что я приобрела в Золотом Яблоке и о заказах на Духе Иреф. Первый заказ у меня состоял из одного парфюма. Была очень хорошая цена. На Серж-Лютанс Тестер я приобрела Ла Религиоза. Он называется парфюмом или его в простой речи называют монашкой. У меня от Ливантик есть в наличии, очень мне это понравился, аромат. В общем-то, мой на 100%. Захотелось мне его офлаконить. И, в общем-то, была привлекательная цена. Плюс у меня там бонусы накопились. И как только я сажусь снимать, сосед начинает сверлить. Ну, это просто какая-то кара господня. Но, честное слово, тестер приходит от Серж-Лютанса в такой простой крафтовой упаковочке. 100 миллилитров у меня объем, если я еще не сказала. Дополнительно в пакет упакован флафон для более надежной транспортировки. И вот она моя красота. Монахиня. Потрясающий совершенно аромат. Вы знаете, это аромат истории. Ну, как, в общем-то, и все ароматы от Серж-Лютанса. Он стартует достаточно ярко и сладко. Но вместе с тем не удушающий и не раздражающий. А затем он становится все более свежим, прозрачным, легким, тонким. Становится таким более каким-то интимным. Это, знаете, скорее всего, аромат для вас, не для окружающих. Но настолько он затронул струны моей души, что, в общем-то, вот полноразмерный флакон на моей парфюмерной полочке. Чему я очень-очень рада. И в подарок за этот заказ я могла выбрать один пробник. Решила платный подарок выбрать. Можно было заказать Амуаж Саншайн. Незнакома с этим брендом совершенно. Это первый мой аромат, который я протестировала. Ну, как вам сказать, он мне понравился. Он очень носибельный, он очень приятный, женственный, вкусный. Мне с ним комфортно. Но, вы знаете, Амуаж, как бы бренд, достаточно небюджетный. И пока настолько он меня не впечатлил, чтобы я была готова потратиться. Но, надеюсь, это только первое знакомство с этим брендом. Может быть, даже и этот пробничек разношу. Он меня еще впечатлит на дальнейшую покупку полноразмерной версии. Второй заказ на Духерев был у меня уже побольше. И я решила познакомиться с новой для себя маркой парфюмерной. Это Либердерранж. Заказала я один аромат вслепую и два от Леванта. Ну, давайте, наверное, начнем с от Левантов. По 5 мл я заказала. Первый из них называется Путан де Палас. Дворцовая шлюха. Парфюмерная вода. Вы знаете, я когда первый раз его распылила, я чуть не задохнулась, честно говоря. Подумала, что нет, это совершенно не моя история. И уже даже начала сожалеть о покупке, пока этот аромат не начал раскрываться на моей коже. У него очень вкусная база. Вы знаете, это аромат пудры, как косметического средства я имею в виду, и помады. Но в нем нет каких-то таких вот ретровых ноток, которые обычно характерны, и которых упоминают, когда описывают аромат помады. Нет, это абсолютно не мамина косметичка, как любят говорить. Мне кажется, достаточно современный по своему звучанию аромат. Сладкий, такой манкий, интересный, влекущий к себе. Ну, наверное, название поэтому у него соответствующее. Кстати, когда я решила протестировать его еще раз на следующий день, после того, как заказ ко мне приехал, первое распыление уже не было столь агрессивным. Видимо, может быть, действительно нужно было аромату отдохнуть с дороги. Пока еще не знаю, буду ли я заказывать себе полноразмерную версию, но то, что знакомство с этим ароматом продолжу, это однозначно, потому что довольно-таки он интересный. Следующий от Левант, который я приобрела от этой марки, называется он «Жасминные сигареты». Также у меня 5 мл объем. Этот аромат посвящен актрисе Марлен Дитрих. И он действительно, чем заявлен, тем и пахнет. Это действительно аромат «Жасмина». Но, вы знаете, для меня это больше чай с «Жасмином». Допустим, вот вы выпили чашечку такого очень вкусного ароматного чая и выкурили тонкую дорогую сигарету. Здесь именно аромат сигареты, а не табака, как бывает, или дыма. Нет, вот именно, даже, знаете, наверное, аромат незажженной сигареты еще. Настолько интересное сочетание. Аромат абсолютно свежий, не угнетающий, не тяжелый. Я не могу пока сказать, как бы, по поводу его сезонности. Но вот о полном флакончике данного парфюма я задумалась. Очень интересный, необычный. И, с другой стороны, как бы нет ощущения от вас такого, что вы как будто только там покурили, или вы пахнете как содержимое пепельницы. Нет, это настолько вот все тонко, вкусно, обыграно. Очень интересный аромат. Я довольна, что с ним познакомилась. Ну и, наконец, полноразмерный флакон, который я приобретала вслепую. У меня формат тестера, 100 миллилитров объем. Называется этот аромат Тильда Суинтон, Like This. Ну, как бы, по легенде, аромат создавался специально для актрисы Тильда Суинтон. Очень интересный аромат. Вот осень, самое время для его покупки. И хочу сказать, что мне понравился сам флакон. Смотрите, какое интересное оформление. И, несмотря на то, что это тестер, выглядит он очень презентабельно. У него такая тяжелая металлическая крышечка. Тоже здесь название бренда присутствует. Аромат вкусный, уютный, домашний. Здесь тыква, тыквенный пирог. На первых нотках кажется, что он слегка подгорел. Но это, понимаете, не портит нисколько очарование, а наоборот, прибавляет какого-то шарма этому парфюму. И потом я слышу такие пряно-медовые нотки в этом аромате. Я пирамиду посмотрела. Не хочу сейчас озвучивать. Я лучше расскажу вам свои какие-то впечатления об этом парфюме. Мёда в нём нет. Но, видимо, сочетание каких-то компонентов в моём восприятии. Мёд даёт. Мёд такой с лёгкой горчинкой. Действительно, немного он пряный. Какие-то, знаете, может быть здесь травы и специи. Но специи и травы не восточные. Нет, наоборот, очень такой европейский аромат. Очень он мне понравился. Вы знаете, я думаю, что это тот случай, когда можно приобрести вслепую. Довольна именно то, что осень и Тильда Суинтон вошли в мою жизнь вместе. Я очень рада этому факту. Вообще, конечно, что касается данной марки, марка очень провокационная. Если вам заинтересовало, зайдите в интернет. Много информации, почитайте, послушайте отзывы. Ароматы очень интересные, нетривиальные. И большой простор, в общем-то, для парфюмерных экспериментов эта марка предоставляет. Может быть, в дальнейшем я и продолжу даже с ней знакомство. Не буду зарекаться. Так, ну и пробнички в подарок за заказ. Два я выбрала платных. Очень выгодно платные подарки выбирать на духе Роев. Потому что за небольшие деньги вы можете протестировать дорогостоящие ароматы. Обычно, ну, например, в районе 100 с небольшим рублей вы можете купить 2 мл аромата, который обычно стоит рублей 600-700. Ну, я думаю, что это выгодное предложение. И если есть интересные для меня марки, я всегда им пользуюсь на духе Роев. В этот раз я приобрела два пробника от бренда Виканто. Это духи Мандрагола и Страмонио. Надеюсь, я правильно произнесла название. Первый за тест делала, но я очень много ароматов в тот день послушала. Как бы, пока такой, знаете, даже жесткой нет в их отношении. Но это еще не окончательный вердикт. Нужно мне будет, как говорится, на чистый нюх их потестировать, не замутненный другими ароматами. Ну, и у меня можно было три пробничка взять за этот заказ. Я выбрала третий бесплатный. Элизабет Тарден, зеленый чай и гранат. Ну, это просто такая поливашечка, послушайте аромат для разнообразия. Ну, и как-то больше, если честно, меня ничего не заинтересовало из представленных пробников. Так, друзья мои, ну вот и все. Вот все мои парфюмерные покупочки. Теперь показала вам абсолютно все, что приобрела за последнее время. Пишите, конечно, свое мнение о данной парфюмерии, если вы с ней знакомы, мне будет очень интересно. Ну, и до встречи в новых роликах на моем канале. Всем пока и, да, по скриптам. Еще раз извините, пожалуйста, за моего соседа. Совершенно нет возможности снимать роликов, потому что это уже длится пару месяцев так точно. Не соблюдается ни выходные дни, ни какие-то временные рамки. Я совершенно не знаю, когда я могу сесть снимать, чтобы он не начал сверлить. Ну, да ладно. На этом прощаюсь. Всем пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok